Приветствую! Сегодня на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился его указ под условным названием «О увольнении всех военкомов». Имеется в виду увольнение начальников областных ТЦК и СП. Читая любой документ, я всегда обращаю внимание не только на то, что там написано, а еще и на то, чего там не написано. И вот давайте мы сейчас посмотрим с вами этот указ и подумаем, а насколько этот указ решит те проблемы, которые нас беспокоят. А нас беспокоят в первую очередь, по сути, такие массовые уже нарушения прав человека во время проведения мобилизации. То есть вот эти варианты с операцией бусик, когда людей силой заталкивают в автомобиль, силой доставляют в ТЦК и СП. И делают это те люди, которые не имеют на это соответствующих полномочий и не имеются оснований для того, чтобы человека силой принудительно доставлять в ТЦК и СП. И это же не единственные нарушения, которые у нас есть, с которыми люди сталкиваются. Это то, что наиболее ярко мы видим в сети по тех видео, которые публикуют те, кто стал либо непосредственным участником этого, либо свидетелями этого. И вот давайте посмотрим на этот указ и как раз в контексте решения именно этой проблемы. Итак, смотрим. Вот этот указ номер 491-2023. Как мы видим, он посвящен решению РНБО, которое называется «Про результаты перевирки территориальных центрей в комплектование социальной поддержки Збройных сил Украины». И здесь мы видим, что пункт первый у нас, да, это ввести в действие решение Рады национальной безпеки и обороны Украины. Вот оно, вот этот пункт, да. И давайте посмотрим, а что дальше. Ну, тут про контроль. И давайте же теперь посмотрим, что это за решение. А чём это решение? И вот смотрим, да, что тут. Преамбула є. Заслухавши директора ДБР, голови Служби безпеки України, міністра внутрішніх справ, генпрокурора, голови НАЗК, голови Національного антикорупційного бюро Украины. Щодо виявлення за результатами, проведеної правоохоронными органами перевірки ТЦК та СП, проявів корупції. Обращаем внимание, да, на что делается акцент. На прояви корупції. И далее, что рекомендуется сделать? Рекомендувати головнокомандувачу Збройных сил Украины прийняти рішення щодо перебування на посадах керівників областных территориальних центров комплектування та социальної підтримки Збройных сил Украины. И если мы дальше почитаем, не хочу вам, да, полностью этот текст читать, кому интересно увидит, но вы увидите, что здесь, во-первых, нет слова увольнения, да, здесь есть вот эта конструкция, приняты рішення щодо перебування на посадах и рекомендация, то есть на самом деле этим указом никто никого не увольняет, а рекомендуют главнокомандующему рассмотреть этот вопрос. Далее, конечно, здесь рекомендуют, что нужно назначать на эти посады тех людей, которые являются командирами оперативно-тактических группировок, да, или оперативно-стратегических группировок войск. То есть, по сути, тех людей, которые сейчас там пребывали на должностях, непосредственно связанных с, скажем, управлением людьми, которые пребывают в боевых действиях, берут участие в боевых действиях. Давайте второй пункт еще посмотрим. И снова, на первое место, что коррупция. То есть, когда мы обращаем внимание на то, что написано в этом документе, мы видим два момента. Во-первых, здесь написано о рекомендациях рассмотреть вопрос пребывания на посадах коревники в областных ТЦК. Не про увольнение, то есть здесь никто этим указом не увольняет еще начальника в областных ТЦК. И второе, что мы видим, коррупция раз и коррупция два. Два раза упоминается слово коррупция. А что же здесь не упоминается? А не упоминается здесь именно то, что больше всего нас беспокоит. Когда мы говорим о мобилизации, о призыве во время мобилизации в Украине, мы всегда говорим, что друзья, но есть же порядок призыва. Есть действующее законодательство, которое определяет, как должна выдаваться повестка, кто ее должен выдавать. Как заполняется эта повестка, кто ее должен заполнять, кто должен подписывать. Но почему-то здесь мы видим нарушение. Мы видим нарушение прав человека, когда его силой запихивают в бусик. Мы видим нарушение ВЛК, когда людей, которые по правилам не должны быть признаны пригодными к воинской службе, их признают годными к воинской службе. Каким-то чудесным образом они вдруг становятся годными. И что мы видим? Указ президента, как и его выступление. Если вы помните, мы анализировали его выступление, мы тоже видели, что президент ничего не сказал о других нарушениях. О других нарушениях закона, отличных от коррупции. Безусловно, здесь нужно поддержать этот указ, нужно позитивно его оценить в том смысле, что действительно, вот президент сейчас показывает борьбу с коррупцией. Окей, класс с коррупцией, безусловно, надо бороться. И здесь, я думаю, каждый из нас разделяет такую мысль. Но вопрос, может стоит еще бороться и с тем, что беспокоит людей всех, и может больше даже беспокоит, чем коррупция. Но, как мы видим, здесь президент почему-то ни слова не говорит. Ни в своем публичном выступлении, ни в указе только о коррупции. Но в указе, как мы видим, добавили вот эту фразу, что таинших правопорушений. Вопрос. Для меня открытым остается вопрос. Хорошо, коррупцию мы победили. А операция «Бусик» побеждена, ее тоже больше не будет. Если мы посмотрим историю, нашу недавнюю историю с Одессой. В Одессе была смена начальника областного ТЦК. Да, вот того человека, у которого там вилы, яхты, нет, яхт не было, да, ну там автомобили премиум класса были. Его сменили. Пришли, пришел новый начальник. А что? Операция «Бусик» как была, так и осталась. И за это мы до сих пор почему-то в публичном пространстве не видели ни одного приговора, ни одного наказания. Мы видели только, как прикрывают и говорят, что это не наши. Мы видели потом признание, что ладно, это наши и будет им дисциплинарная ответственность. А может, все-таки за совершение уголовных правонарушений нужна уголовная ответственность для этих людей? Как это предусмотрено законом? Может, это нужно начать делать? К сожалению, пока мы массовой борьбы с этим не видим. Я, ну знаете, скажете, что я в розовых очках, но я тем не менее тешу себя надеждой, что наконец-то когда-то мы дойдем до того, что может после смены начальников, да, может, придут новые начальники, которые действительно будут более такими морально устойчивыми, да, и склонными к соблюдению требований закона, может, это все поменяется. И очень хотелось бы, чтобы это было так. Поживем, увидим, но будем надеяться на лучшее. Ну а в конце видео хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Информации там гораздо больше и появляется она более оперативно, чем в ютуб-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Напомню также, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.